То, что ожидали от Владимира Путина в 2018 году, сразу после победы на выборах при уникальной поддержке народа, случилось в январе 2020-го, внезапно и неожиданно для всех инсайдеров. Президент не ограничился перемещением министров, как в том же 2018-м. Он назначил фактически новое правительство с включением лучших из предыдущего и внес поправки в Конституцию. Фактически Путин начал процесс по переформатированию госуправления со сменой экономической политики для перехода к новому этапу развития страны, от сосредоточения сил в 2008-2020 годах к прорыву. Полностью черты этого процесса пока не видны. Поправки еще в разработке, непонятен функционал госсовета, но по составу нового правительства можно сделать выводы о качественно ином характере исполнительной власти. Ключевое назначение в новом правительстве не премьер Мишустин, а первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он обладает стратегическим взглядом на развитие страны и на ключевом посту сможет по сути определять работу правительства стратегически. Рискну предположить, что фактически это правительство не Мишустина, а Белоусова. Бывший глава ФНС и его помощники на должности вице-премьеров скорее призваны организовывать, администрировать и жестко контролировать исполнение министрами обязательств. Человек не самый публичный Белоусов в экономическом блоке работает с 2006 года, но при этом не принадлежит команде воспитанников Гайдаровской школы и не испытывает иллюзий относительно неолиберальной модели экономики. Более того, Андрей Белоусов чем дальше, тем больше воспринимался неолибералами, так отступник от либеральных догм. И даже как соперник, который в статусе помощника президента по экономике с 2013 года предоставлял Путину альтернативное видение экономических процессов. Белоусов не любит на публике подробно рассказывать о своих взглядах, но в прошлом году он дал большое интервью на ПМЭ в 2019, в котором размышлял о крахе монопольной долларовой системы в мировой экономике. Среди прочего, он там привел к примеру разговор с сотрудником ВТО, который откровенно рассказывал российским чиновникам о том, что главными бенефициарами организации являются страны Запада. Очевидно, что чиновник с таким взглядом будет стараться вести суверенную экономическую политику. Я просто вам скажу такую историю, которая характеризует качество институтов 90-х годов. Наши сотрудники из Министерства экономического развития, который я некоторое непродолжительное время возглавлял, ездили периодически на повышение курсов в Брюсселе и в Женеву, курсов ВТО. И вот приезжают ребята оттуда и говорят, знаете, у нас был такой откровенный очень разговор, суть которого состоит в следующем. Я сейчас не буду говорить человека, это был достаточно высокопоставленный чиновник ВТО, который сказал, ребята, вы должны четко понять, что ВТО устроено таким образом, что как воронка, которая впитывает ресурсы вновь присоединившиеся страны. Откровенно. Да, вот первые страны получили очень большой бонус. Дальше по каждой последующей стране, да, бонус все был меньше, меньше, меньше. У тех, кто вступает в последние, у них бонуса вообще практически нет. Вы вступили одним из последних, одним из последних, но после вас вот Китай успел. Да, да, значит, ну после вас осталось еще буквально несколько стран. Значит, это все означает, как вот эти вот люди, которые и организации, и которые формировали вот это вот, участвовали в формировании вот этой самой системы экономической модели, как они сами к ней относились. Абсолютно цинично, но и абсолютно право. То есть они это для продажи делали, они сами понимали, что это реально стоит. Они понимали, что это вот эта вот воронка, мясорубка, которая работает на вот этом фарше. Фарш кончился, мясорубка стала не нужна, и выкинули. И тут же появляется идея с транс-тихоокеанским партнерством, идея модели с США-Европа, там, и так далее, и так далее. Кроме того, о его приверженности к мобилизационной экономике ярко говорит ставшее известным летом 2017-го письмо Путину. В котором Белоусов предложил заставить крупных капиталистов выделить из сверхдоходов более 500 миллиардов рублей на выполнение майских указов. Жадные акулы бизнеса организовали утечку и подняли визг через подконтрольные СМИ. На что в будущем первый вице-премьер заметил в лицо одному из них. Ну, какие же дураки, надо же, такие миллиарды и такие идиоты. Тогда предложения Белоусова смягчили и посредством переговоров Козака и Шохина свели к специнвестконтрактам и закону о защите капитальных вложений. То есть владельцам корпорации предложили инвестировать в государственные проекты взамен на льготы. У помощника президента не оказалось достаточных рычагов влияния на капиталистов, защищенных прошлым правительством. Теперь же такие рычаги появятся, а стремление урезонить аппетиты капитала на пользу государственным интересам наверняка осталось. Но удастся это только при условии поддержки президентом и эффективной реализации со стороны команды налоговиков Мишустина. Сам Белоусов при всей своей скромности и незаметности тоже способен жестко руководить министрами, что стало заметно еще в сентябре 2018 года на заседании президиума Госсовета по вопросам развития Дальнего Востока. Единственный, кто мог бы противостоять решениям Белоусова, давний соратник президента Дмитрий Козак, обладающий еще большим авторитетом, покинул правительство. Не пришли туда и Кудрин с Грефом, которые также могли остановить Белоусова. И теперь в экономическом блоке остались те, кто будет либо выполнять задания первого вице-премьера, либо окажется под угрозой увольнения. Тот же Силуанов оставлен в правительстве в качестве бухгалтера, как ему и положено, обеспечивать своевременное финансирование, но в любой момент он может уступить место более лояльному или толковому финансисту. Тоже касается и Мантурова с Дитрихом. Последний, видимо, будет подчиняться новому вице-премьеру Марату Хуснулину, человеку из команды Собянина, который в Москве произвел транспортную революцию. За 9 лет под руководством Хуснулина в столице построили 155 километров линии метро и МЦК, 81 новую станцию, 915 километров дорог, 77 миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе 30 миллионов квадратных метров жилья. И это еще одна важнейшая особенность нового правительства. В нем появились специалисты, успешно проявившие себя в реальных делах, антиподы эффективных менеджеров, привыкших получать миллионы за пустые слова. Среди таких еще один вице-премьер Дмитрий Чернышенко, менеджер, взявший на себя основную организационную нагрузку по подготовке Олимпиады в Сочи. Крупнейший спортивный турнир России, не имевший на тот момент подобного опыта, встретила и приняла идеально. И эта заслуга во многом Чернышенко. Допинговые скандалы и обвинения Запада начались потом, когда они поняли, что русским удалась Олимпиада. Собственно, сам премьер Мишустин и его команда также пришли в правительство после того, как создали эффективную цифровую систему сбора налогов. Одно дело много и красиво говорить о дивном цифровом мире, совсем другое на самом деле реализовывать цифровой проект с нуля. Скажем, новый министр цифрового развития Максут Шаддаев реализовал в Подмосковье интернет-проект Добродел, который в первые годы действительно помог многим жителям региона достучаться до власти. А новый министр просвещения Сергей Кравцов в Россобнадзоре с 2013 года реорганизовывал критикуемую систему ЕГЭ, убрав тестовую часть и улучшив меры безопасности. Впрочем, назначение в социально-культурный блок не совсем пока очевидно. Скажем, в здравоохранении произошла странная рокировочка Скворцовой и мурашка из Росздравнадзора. Непонятно и фигура тюменского ректора Валерия Фолькова в качестве министра науки. О нем минимум информации даже в регионе. Хотя сам уход нелюбимого Катюкова для научных сотрудников уже подарок. О 39-летней Ольге Любимовой, возглавившей Министерство культуры, известно многое, но эти данные противоречивы. От успешной работы в православной журналистике, до претензий к отечественному кинематографу, который она курировала. Отдельно стоит отметить фигуру вице-премьера Юрия Борисова из прежней обоймы. Ему отдали помимо оборонки и промышленности, еще и топливно-энергетический комплекс. Это невероятная масштаба сфера ответственности, которую тяжело будет вынести даже такому опытному организатору, курировшему возрождение ОПК. В то же время вице-премьерского поста давно заслуживает один из самых эффективных министров, Александр Новак, внесший огромный вклад в сделку ОПЕК+, и балансировки мировых цен на нефть. Его в очередной раз оставили на Министерстве энергетики, задача которого он явно перерос. Таким образом, в новом правительстве в кой-то веке собрана крепкая команда исполнителей с Мишустиным как главным контролером и Белоусовым главным стратегом. К тому же, эта команда еще наверняка будет обновляться и улучшаться. Но перед ними стоит сложнейшая задача не просто на бумаге реализовать нацпроекты, а качественно улучшить внутреннюю политику, сдвинуть ее с инерционной фазы к реактивной. России нужна мобилизация госаппарата, но не скоротечная, подрывающая силы народа, а долгая, затяжная, пусть с перерывами, но с постоянным повышением уровня сложности задач. Для чего необходимо создать такую структуру госуправления, которая была бы одновременно динамичной и максимально устойчивой, которая бы не зависела целиком и полностью от одного человека или органа, и у всех было бы общее видение целеполагания вместо нынешнего ручного управления. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях и обязательно выскажите свою точку зрения в комментариях. Также, чтобы ни в коем случае не пропустить следующее видео, подписывайтесь на канал и заходите на наш сайт. Там много различной информации о происходящих событиях в мире. До новых встреч!